Более 30 лет стажа за спиной на пенсию Валентины Ермиловой ушла в 2001 году. Работала секретарем и помощницей воспитателя в детском доме и инженером по охране труда. Сейчас вместе с мужем живет в Павловском районе. На днях ей пришло письмо из пенсионного фонда с требованием вернуть 16 558 рублей и 14 копеек. Сейчас они предлагают добровольно выплатить 16 тысяч лишним. Четыре года накопили, а потом через суд. И все, и возьмут с пенсии. А где я чего возьму? Мне ведь никто, кроме этой пенсии, у меня нет иных доходов. После проведенного аудита выяснилось, 1 сентября 2017 по 30 ноября 2020 года пенсионерки перечисляли излишки. Получается, за ошибку пенсионного фонда придется заплатить ей или же нет. Необходимо выяснить причину, по которой возникла эта переплата и есть ли она. Например, если был технический сбой в программном обеспечении самого уже пенсионного фонда, то в принципе существует судебная практика, по которой эта техническая ошибка, счетная ошибка не признается и, соответственно, пенсионному фонду в изыска не отказывается. При подсчете общего трудового стажа была неверно определена его продолжительность. Вследствие этого Ермиловой выплачивалась пенсия в завышенном размере. Ермиловой рекомендовано вернуть образовавшуюся переплату. Без согласия Валентины Николаевны Ермиловой удержание с пенсии производиться не будут. В пенсионном фонде заверили. Суда не будет. Ошибку свою специалисты признают. Юристы же рекомендуют пенсионерке все-таки дойти до суда, чтобы закрепить все документально для исключения новых просчетов. Марина Тимофеева, Юрий Давыдов, репортер 73.